Они не знали, что у учеников настолько разыгрались страсти, они даже предложили Иисусу, давай помолимся сейчас, чтобы огонь сошел. И они показали ему в Библии пример, ну надо же, он же слово, надо как бы опираться на слово, подтвердить это слово, и они нашли подтверждение, как Илья сделал. Помните, да? Он сжег там одного 50-ника с его 50-ком, второго 50-ника сжег с его 50-ком, ну не конфессиональный 50-ник, в смысле, а начальника 50-губиков. Вот, значит, да. И, значит, спалил всех 50-ников, значит, и потом уже пришел умный 50-ник уже, который, пожалуйста, милоче, не велику здесь. Пожалуйста, ну как бы я лишь подневольный, пожалуйста, пройди, пожалуйста. Вот, но, понимаете ли, вот, и они пример привели, как Илья сделал, давай мы тоже помолимся сейчас так вот, что ж мы, мы же в духе Ильи тоже, вот, Иисус остановил своих учеников, Он сказал им, вы не знаете какого вы духа, Он сказал, что Сын Человеческий пришел, это не Илья, это не, не кто-то из пророков, нет, Вот, любой пророк, любой учитель прежде Иисуса, он, ну, частично показывал, как бы, являл Бога, да, частично, где-то являл, а где-то не являл, где-то проставлял, а где-то позорил, так было и с царями, так было и с пророками, и Илья там сжег 50-ников этих, он тем самым не проставил Бога-то, по сути-то, положил руку на сердце-то, наоборот только, опозорил только, вот, Вот, и много других примеров можно привести в Библии, как цари, пророки, временами славили Бога, а временами бесславили, временами прославляли иногда, а иногда позорили, вот, как бы, и Иисус, Он показал действительно Бога, показал Бога, не в позорах, а в прославлении, спасибо Господу за все. Да, друзья, и Какого же духа? Почему я об этом сейчас говорю? Сегодняшний день, он такой особенный для меня, как для реформатора, Потому что сегодня вспоминаются события, которые произошли давно уже, еще до крещения Руси и Украины, еще до того самого 10-го столетия, в 9-м веке произошли даже еще это события, тогда был праздник, этот был установлен, а именно в марте 843-го года, этот праздник был установлен, Как именно торжество антисемитизма, идолупоклонства, оккультизма в Церкви Божьей, к сожалению, именно так. Дело в том, что на протяжении года до того, до марта месяца 843-го года, значит, свыше 100 тысяч казней было произведено царицей Феодорой, Именно тех христиан казнили, кто отказывался поклоняться иконам, крестам, мощам, тем, кто отказывался совершать акт идолупоклонства, одним словом. И царица Феодора, она узаконила вот этот нечестивый обычай почитания икон, крестов, мощей и прочей мерзости. И это было в марте 843-го года. Печальное событие, когда ей 11 марта 843-го донесли официальный доклад, уже сделали министры ее, что вот теперь вся империя, вся византийская вот эта часть, восточная империя римская, все жители империи в течение года совершили акт поклонения иконам, крестам, мощам. Значит, она приказала это праздновать, отметить особенным праздником, который она назвала как раз именно торжество православия. Но по сути, торжество кривославия. Да, я, может кому-то странным является, что почему я об этом вот так говорю, я сам икон не почитаю ни крестов, ни мощей, я нормальной ориентации духовной человеку. Вот, значит, да, я Господу поклоняюсь, да, значит, и Ему служу, и, значит, хотя на мне видите элементы тоже ритуального христианства, но я православный, никуда не деться, но я реформатор. Вот, и, знаете, хотя не всегда так было, конечно, в моей жизни, до 96-го года я молился тоже, ну, кому я только не молился вообще-то тогда. Мой пантеон был огромный, вообще-то, даже, знаете ли, я был специалистом в этом отношении, в этом роде, да, я был специалистом, я знал, какому святому в какой нужде молиться. Вот, и когда, даже в моем храме, где я служил, там, в Брянской области, ну, я служил в Рязановской, в Брянской области, как священником, настоятелем храмов тогда, с 91-го года по 96-й годы, вот, а до того диаконом служил в Московской области и, получается, вот, значит, в Орловской области. И в храме, где я был настоятелем, у нас была такая, как стенгазета такая, вот, на входе прям, и там написано было, какому святому в какой нужде молиться. То есть, люди приходили, смотрели, ага, все понятно. Меня еще, если переспрашивали, допустим, я отвечал. Но, знаете, в 96-м я разочаровался в этой вере. Я разочаровался, потому что Библия вернулась в мою жизнь, а она приводит к разочарованию во всех вот оккультных, бесовских учениях, однозначно. Она приводит к разочарованию веры человеческой, и она приводит к очарованию веры Божьей, веры Божьей. Она приводит к очарованию именно евангельской простотой, очарованию нашего Господа, Иисуса Христа. И я был действительно, вот, восхищен. Надо же, думаю, действительно, много ведь проблем, но один ответ, 7 бед, да, один ответ. Сам Господь Иисус Христос. Ибо един Бог, написано, 1 Тимофею 2.5, 1 Тимофею 2.5, написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Знаете, как вот камень с души упал тогда, помню. Так все стало просто. Ну, не сразу, но через некоторые месяцы было все очень просто уже. В личной молитве я уже молился только лишь Богу, и все. И как шелуха отвалилась, даже всякое пожелание молиться кому-то еще. Вот, даже... Но, опять-таки, приходя в храм, где я был настоятелем, я обязан был петь, там, Пресвятая Богородица Спаси нас, святой такой-то, моли Бога нас. А сам думаю, ну что ж, ну, с фигой в кармане, что ли, петь, как бы, значит, ну, я не знаю, ну, я же в это уже не верю. Но я пытался, как бы, смазать все это, и пытался все-таки делиться словом постоянно, и людей убеждать, чтобы люди молились только лишь Господа, чтобы люди молились Богу, вот, и прочее. Стенгазету тут снял вообще, написал об Иисусе Христе, там, значит, там, чтобы люди, ну, уразумели. Но это еще ничего. Вот, вот, касательно идолопоклонства, вот, почитания икон, крестов, ну, я все, я, ну, разочаровался в этом. Меня уже, меня уже, меня уже не тянуло уже целовать все это, абсолютно. Не колыхалось ничего внутри. Не шелохотница, как говорится, все. Я только лишь Богу поклоняюсь, Богу молюсь, и все, достаточно. Ну, и в том же самом 96-м году я принял решение, слава Богу, меня супруга меня поддержала. Вот, мы вышли из традиционной православной церкви Московского приорхата, и я стал реформатором. И вот с тех пор тружусь как реформатор с 96-го года. И знаете, друзья, рад тому, что Бог призвал меня к такому труду, потому что нужно действительно миллионам христиан, и православных, и католических, и протестантских, просто осознать, что нет ни в ком другом спасения. Вот это символ веры апостольский, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Что есть имя превыше всякого имени. Можем назвать многие имена. Имя Матери Господа Иисуса Христа Марии, да, имена многих святых, можем назвать ангелов, там, прочее. Но, знаете ли, это все вместе ничто в сравнении с одним именем, которое превознесено Богом превыше всякого имени. И пред именем Иисуса Христа именно преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Хочешь, не хочешь, одним словом. По добру, по здорову или же по неволе. Но все равно преклонится всякое колено. Знаете ли, абсолютно. Но верующие, это те, кто по-хорошему, по вере, по любви, действительно, не из-под палки, доброхотно дающим, любит Господь, действительно, нас поэтому. Вот, и знаете, потому что, действительно, в этом мире лишь одна личность явила Бога на все сто. И это никто из святых, ни из пророков, ни из праведных людей, ни из апостолов, ни из Ветхого, из Нового Завета. Нет, нет, нет. И даже апостолы Иисуса Христа, уже даже после воскресения Христа, вот в Деяниях читаем, где-то славили Бога, а где-то позорили. Где-то являли Христа, где-то не являли Христа. Понимаете ли, и так, 2000 лет продолжается такая история у нас. И она будет только пришествие Христа. Потому что Господь в притче сказал там об этих сорняках. Не дергайте. Пусть оно все растет. Почему? Придет время, пожнем. Но самое интересное, я еще раз суждаю, что Бог хочет дать даже самому злому сорняку на огороде Царства Божьего возможность спастись. Возможность. Он хочет, чтобы все люди спаслись вообще. Его воля, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо Богу. Он действительно благой и милосердный. Спасибо Господи за все. Вот, друзья. И поэтому сегодня, что скажу. Начиная с 843 по сегодняшний год, 2019 уже вот на дворе, продолжается такая традиция. И идолопоклонство, иконопочитание, почитание мощей, там прочее, почитание крестов. Вот, все это продолжается по сей день. Но я умоляю, пожалуйста, люди разные смотрят сейчас, люди разные слушают, люди добрые. Если кто-то себя вдруг узнал, если вы их, там, почитаете иконы крестей мощи, вы можете это делать и дальше, конечно, это ваша воля. Но побойтесь Бога. Особенно к священникам говорю. Потому что многие священники, я так наблюдаю, слушаю, уже даже и понимают праведный суд Божий, осознают порой, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И еще, плюс еще, совращают некоторых людей в это идолопоклонство. И делают их, сыном Гиены, худшим себя даже. И много, очень много примеров таких знаю, к сожалению, в наши дни. Но, дамы и господа, братья и сестры, время реформации, уже пять столетий, больше даже, чем пять столетий, продолжается эпоха Великой Реформации. Была многовековая эпоха Великой Деформации, деградации Церкви, Царства Божьего. Теперь эпоха Великой Реформации. Реформация – это восстановление, это покаяние, исправление, работа над ошибками, возрождение. Это все реформация. Есть деформация, есть реформация. Спасибо Господу за его реформацию. За эту эпоху Великой Реформации. И один из отцов древности, кстати, так и говорил, еще в третьем столетии, да, еще в третьем веке, в Африке, когда наших с вами братьев-сестер старших потехи ради бросали на арены Колизея и других архитеатров на потеху публики, разрывали их там всякие хищники. В то время Киприан Карфаненский, лидер Северной Африки, он как раз и провозглашал знаменитое свое «Экклезия Семпер Реформанда». Церковь непрестанно реформируется. А если не реформируется, то деформанда, тогда деформируется. Два пути. Но тело Христа живое, живая часть тела Христа, по крайней мере, она обновляется. Обновляется. Но даже если и умерло где-то, оно оживет. Потому что Господь наш есть воскресение и жизнь. Потому что Он есть живой Господь и Спаситель. Слава Его за все. Я очень благодарен Ему за все. А о своем пути тоже вкратце скажу, что как стал реформатором, я был просто священником. Да, в 87-м году и в 88-м начинал свое служение как чтец и подяком. Девчонок, можно так выразиться. Начал свое служение. И мне оно нравилось, очень сильно нравилось мое служение. И интересны были друзья и неинтересны всякие люди. И коллеги интересны и неинтересны. Но я так понимал, что у всех свой путь какой-то. С Богом, Господом, у всех какой-то свой путь. Сейчас я уже понимаю, что проблема многих очень священнослужителей, но наших, по крайней мере, православных, что люди невозрождены духовно. Иисус говорил, что если не родишься свыше, то не увидишь Царство Божье даже. То есть даже если ты всю жизнь, казалось бы, подвязался, да, ты не увенчаешься, если незаконно подвязаешься. Пропахал всю жизнь на огороде Царства Божьего и ни с чем. Ну, позор. Знаете ли, поэтому, а вход в Царство, он один. Иисус, он не прячет этого, самое интересное. Он говорит, что я есть путь истинной жизни вообще. И никто не приходит к отцу только лишь через меня. И он не сказал, что это только лишь для протестантов. Вот, а для, допустим, нас православных, там, для католиков, еще также и моя мама, там, значит, там, Богородица, там, святые какие-то умершие, допустим, преподобные. Не-не. Он для всех нас сказал это. И это актуально является по сей день. Слава Богу. Вот, а в 96-м году, как вот мой путь стал реформатором-то, тоже его величество случай, его величество случай. Познакомился случайно с одним человеком, да, высокий такой брат, такой подошел, общались. Вот, мне он очень понравился, думаю, такой умный человек, вопросы такие умные задает, хорошие. Я-то думал, он православный, вот, а потом я заподозрил, что-то здесь не то, думаю, что-то не то. А он сам себя спалил, нечаянно так. Он из Писания, он не делал там такое, что, мол, это написано в Писании, но я-то знал, раньше же читал, по крайней мере, значит, там, и знал хорошо. А он из Писания довольно большой отрывок процитировал дословно. Не сославшись на Библию, но процитировал дословно. И у меня сразу ёпнуло, помню, внутри, наши люди Библию не читали. Думаю, что-то здесь не то, думаю, что-то здесь не то. Я заподозрил сразу. Ну, и я добавил ему, говорю, значит, ну, вы христианин? Да, христианин. Я как Ленин на буржуизии на него, знаете, так. Я говорю, православный? И он сдался, короче. Нет, говорит, батюшка, извините, я христиан, вера евангельская. Короче, пятидесятник. Ой. Я там чуть не упал. Я, значит, впервые в жизни познакомился с протестантом, получается, тем более сразу с пятидесятником. Это даже не баптисты, даже думаю. Не, ну, я по сектоведению имел пять в свое время. Пять с плюсом даже мне поставили по сектоведению. Вот, значит, ну, сейчас называется сравнительное богословие, так, более красиво. Вот, значит, и, ну, я, в принципе, мало что, на самом деле, реально я мало что изучал эту тему. Я сдал, как марсист-колеевскую философию сдавал. Знаете ли, там как было главное правило, какое раньше было, да? Говорить, не останавливаться. Один раз обнулся, минус полбала или балла. Вот, два раз обнулся, могут и второй балл снять с себя. Вот, значит, поэтому в этой теме главное говорить. И все. Главное говорить. Ну, это не мешки таскать, думаю. И я вот. И я еще понял, значит, как марсист-колеевскую сдавал я. А это я понял такой... А у нас, кстати, преподавал еще Генрия Боровик тогда, известный. Он вел международную панораму в то время, жутко популярная была программа такая. Вот, такой большой дядька такой, он сейчас сидел у нас, значит, так вот, тоже так же. И рассказывал о моральном облике советского священника. Так интересно. Мол, кругом враги, мировой империализм, нашу советскую родину хочет задушить. И вот в авангарде вот этого процесса, развала, вот, союза нашего нерушимого стоят сектанты. Вот, баптисты, 50-ники в авангарде этого развала. Думаю, какие же негодяи, думаю, надо же, нашу советскую родину хотят и развалить. Ну, думаю, ничего же у них не получится, конечно, думаю. Ну, а кто его знает, думаю. Вот, значит, и, и знаете, но из того, что я услышал, я понял так, что баптисты это, и 50-ники это как бы сумасшедшие, в принципе, люди в основном. Или агента ЦРУ и Моссада, и мирового империализма. Через одного, вот, как бы, да. Вот, значит, но я понял такую же вещь, что баптисты это как бы тихие, сумасшедшие, вот, спокойные, а 50-ники, которые буйные. Ну, в принципе, одна палата. Вот, но нас успокоили, что настоящих буйных мало, как бы, там. Вот, значит, и, ладно, я поэтому, я пример таки привел, сдал на пять с плюсом это секта ведения. И, представляете, и меня угораздило с первым протестантом познакомиться именно с 50-ником. Я, конечно, да, значит, но я вспомнил первый урок по секта ведения. Самый первый, какой урок? Защита в нападении всегда. Все, бей первым. Знаешь, не знаешь, главное, говори, забивай авторитетом, морду танком и вперед. Вот это как бы, это я запомнил еще с уроком Загорска по секта ведения. Морду танком и вперед. Даже не обязательно теологию узнать. Осмотри его и начинай рассуждать о нем. Вот, какие же вы сектанты, там, значит, не дна вам ни покрышки и прочее. Вот, значит, и, а я сразу, какие же вы христиане, не христи, Матерь Божью не почитаете, святым не молитесь, мощей у вас нет, говорю. Там какой-то Бенни с Хином, говорю, и все. Я почему-то, я запомнил, почему-то, я думал, тут два разных человека. И все, короче, я что-то высказал. А этот Гриша, ну да, да, вроде как бы, Григорий, ну да, извиняйте. Вот. И мы обменялись с ним, короче, подрывной литературой. Ну, я первым ему вручил свою книгу «О Пресвятой Богородице». Вот, он взял, но подкупил меня, вот, вежливостью такой своей, знаете ли, взял так, вежливостью, помещал про честь, порассуждать и через недельку вернуть. Даже, как бы, обещал там краткое содержание как-то рассказать. Думаю, ну, молодец, думаю, недалеко от него спасение, думаю. Вот. Я еще подумал так, думаю, грешным делом, думаю, наверное, он недавно в этой секте. Поэтому такой хороший. Наверное, недавно, не успел еще. А нам говорили, что первых полгода процесс обратимый еще. Вот. Поэтому, думаю, наверное, он вляпался. Ну, хороший человек, но всякое бывает, знаете ли. Кто в пьянку, в гулянку, кто вот в секту ударился, значит, думаю. Ну, ладно. Я же не знал, что он вырос там вообще. Да и еще плюс потомственный служитель его. Ой, и, короче, он 50-ник Баптистыч, Баптистский, короче, вот так вот. Да, протестант, Протестантыч. Вот, значит, и я ему дал эту книгу, а он, Григорий-то, он что? А он достал из своих сектантских штанин свою книгу. И мне предлагает, я вашу прочту, говорит, батюшка, а вы мою прочтите. Ну, и я как бы растерялся, даже запечататься не успел. Ну, потом пошаманил, понятно, потом пошаманил я. Ну, взял, значит, его книгу, пообещал тоже. Хорошо, я тоже прочту, тоже ознакомлюсь с содержанием, кратко, как бы, значит, и потом, значит, мы порассуждаем. Хорошо, ладно, приезжай домой, жене, говорю, представляешь, матушкой, говорю, кого я сегодня встретил? Живого настоящего 50-ника, говорю. Вот, мы даже обменялись литературой, говорю. Вот, но она мне говорит тут же, ну, ты же, конечно, не будешь читать это? За кого меня принимаешь? Яйца, курицу, не учат. Без году неделя, чему меня протестанты могут учить? Ну, обижаешь. Значит, а самому так любопытно было. Любопытство – страшная вещь. Говорят, женщина любопытная, мужчина не меньше любопытна, на самом деле. И я про себя скажу, мне так любопытно было, думаю, а что ж там написано? Вот, ну, а потом еще, уже время уже прошло, неделя прошла почти. Я вспоминаю, нужно вернуть будет эту книжку. А вдруг он меня спросит какое-то краткое содержание, а я даже вообще не мельмеса. Думаю, надо хотя бы открыть, хотя бы ознакомиться. Ну, первую страничку и, как обычно, и оглавление, а там уже дальше разберемся. Вот, ну ладно. И я так занес эту книжку в свою комнату. А еще, что меня успокоило, название-то было библейское, название было хорошее такое. Думаю, вот. Это были проповеди Эрла Штегина, Людмила Плетт, автора этой книги, трилогия. Но я начал читать с второй части, второй книги, трилогии этой. Книга называется «Время начать суду с Дома Божьего». Людмила Плетт, да. И, знаете, для многих батюшек я рекомендовал эту книгу. И слава Богу, что многие священники, хотя они остались в своих этих юрисдикциях, Киевский, Патриархан, Московский, не важно. Но эта книга на многих произвела очень хорошее впечатление. Ну, это отдельная тема даже. Я даже, не знаю. Очень благодарен Богу за эту книгу. И вот, ну я занес ее тогда в свою комнату. Вот. Она у меня комната была особенно святая, в мое святилище. Вот. Там везде иконы, там везде мешочки с землей, с разных могил. Земля, значит, там разных святых. Вот, значит, там у меня посох от Серафима Сыровского. Там много всего, короче, там даже потолок у меня был расписан. Там, значит, большой там Иисус такой, кавказская национальность, там лицо такое. Вот, значит, с рукой такой большой. Вот, значит, в эту комнату я заходил там для молитвы. И было как бы так вот. Я думаю...